Это мы с вами решаемся, у нас очень короткие челюсти, а у большинства млеков челюсть, верхняя челюсть очень крупная. Мы вот здесь на специальной носовой пусте все, для того, чтобы было видно, какая огромная полость носа. Какие предположения, зачем это все хозяйство нужно? Пожалуйста, не уходите из хищников. Разумеется, смотрите на эту систему, называется такая штука, абонентная роза, их две левая и правая, вот сейчас я вложу ее, как она там на самом деле находится, вот так. А вот с этой стороны противоположная. А теперь посмотрите, только очень аккуратно, посмотрите, как она сделана. Вы видите, что костяная пластинка тоньше бумажного листа. А видите, она целая, или это ажурнейшая сеточка с гигантским количеством отверстий. Ну так по-вашему, суммарная площадь поверхности, вот такой маленькой детальшки какая? Большая. Вот две крышки, свернутые вот с такой рулончик. Зачем это нужно? Потому что вы вышел. А здесь как раз сидят клетки абонентного эпителия. Вот часто такое, это разрастание верхнечелюстной кости и сошника, а называют такую структуру часто абонентная роза. Ну действительно, бутонная роза похожа, как будто открывается бутонная роза. Так, вот примерно то же самое поросенка. Здесь снята не только носовая, но и верхнечелюстная. Вот носовой ход. Вот абонентная роза, вот она. А почему зато ее взять и привнести? Этой частью морды поросенок роют землю. А здесь нервные клетки. А быка? У быка, вот в этой части, находится совершенно могучая система расширения ноздрей. Представьте себе, при быстром беге, что необходимо сделать с количеством воздуха, проходящего сколько? Увеличить. Значит, надо вот этот ходник вот так растягивать. Просто у каждого отдела свои заточки. А теперь посмотрите вот на этот череп. Посмотрите, какой формы здесь абонентная роза. Сравните толщину этих стенок и толщину вот этих стенок. Серые тюлени ныряют на глубину больше 100 метров. Какое там давление внешней воды? 10 атмосфер. Каждые 10 метров дают лишнюю атмосферу. Если бы мягкий тюлень у нос вот так продавливался бы вот в такие косточки, что бы с ними произошло? Ну, раскрашилось бы все на свете. Так что исключительно прочное. У остальных такого не бывает. И возникает заметный феномен. Тюлень, когда ныряет, носки сплотными, закрыл, да? Начинает прокачивать воздух через эти ходы. Это рождает звуковые волны, больше всего похожие на пение канарейки. Не голосовыми связками, а носовой полостью поет. По-английски серых тюлень так и называют. Ноская канарейка. Вот такие звуки. Я ответил на ваш вопрос, Коль. Классно. Заработан. Спасибо. Спасибо.